Создать новые рабочие места и обучить востребованным профессиям. На заводе полимерных изделий в Самаре открыли исправительный центр УФСИМ, в котором будут трудиться и жить осужденные. Такой подход применили впервые на территории производственных предприятий региона. Учреждение рассчитано на 50 человек. Сюда могут попасть люди, приговоренные к принудительным работам. Условия вполне комфортные. В общежитии для осужденных есть комнаты для сна, кухня, прачечная и душевые кабинки. Все помещения оборудованы современной бытовой техникой. Все отремонтировано, все сделано. Очень хорошо. Еще в шкафчики сюда клеят женщин. В исправительный центр попадают осужденные, которые уже отбыли одну треть срока и не имеют дисциплинарных нарушений. Они будут получать зарплату, иметь возможность видеться с родными и близкими, пользоваться услугами обычных врачей по медицинскому полюсу. За порядком на территории общежития будут следить сотрудники УФСИН. После шести месяцев, если у него нормальное поведение, ему предоставляется право проживания дома. В городе Самары, допустим, находится на территории города Самары. Четыре раза в месяц приходит, просто сюда отмечается. Остальное время находится с родителями, с женой, с детьми. По словам ополномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой, такой подход к реабилитации осужденных является самым гуманным и благоприятно сказывается на людях, которые преступили закон. Вероятность рецидива значительно снижается. Люди не становятся на путь совершения преступлений, они наоборот стали на путь исправления и осознали всю тяжесть содеянного преступления. После отбывания срока осужденные смогут продолжить работать на предприятии. У них будет возможность повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые компетенции и построить карьеру. Люди у нас, когда поступают на предприятие, они прикрепляются к наставнику, который им показывает, обучает, рассказывает тонкости данного производства. Соответственно, дальше он проходит какую-то адаптацию, проходит аттестацию и определенный уже последующий допуск к работе для самостоятельной работы. В планах у руководства УФСИН открыть еще несколько исправительных центров на территории Самарской области. Сейчас представители ведомства ведут переговоры еще с двумя производственными предприятиями региона. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.